Через фильтр простуженных детей они будут пускать в школы и детские сады. Не пропустил, какова цена безразличия водителей к каретам скорой помощи. После суда осталась на улице ворнойская пенсионерка, взявшая микрозайм, лишила жилья. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Простуженных детей не будут пускать в детский сад или школу. В период гриппа и ОРВИ в учебных заведениях ведут процедуру утренних фильтров. Сообщает газета «Известия». Новые правила начнут действовать с сентября. Медработники детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой. Это постановление главного санитарного врача России Анны Поповой. Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного родители отправляют детей в школы и сады даже с температурой. Все это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс. Новые правила допуска к занятиям будут действовать осенью и зимой. Эта мера должна минимизировать риск распространения инфекции в учебных заведениях. Не доедем. Сколько бензина может позволить купить житель края на среднюю зарплату? Ну и куда пропал портрет покойного предпринимателя Тенгиза Данели? Об этих и других новостях в традиционном обзоре издания Сибирской медиагруппы. Бензин в Алтайском крае оказался одним из наименее доступных среди всех регионов России. На среднюю зарплату жители могут купить чуть более 500 литров топлива в месяц, проанализировал полит Сибрус, ссылаясь на данные Росстата. Список рейтинга возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где водители могут на среднюю зарплату позволить себе больше 2000 литров в месяц. Вторую строчку заняла Москва – 1600 литров, третью – Чукотка. Алтайский край оказался на 78-м из 85 возможных мест. Жители края беспокоены свалкой, которая образуется на любимом многими месте отдыха Телецком озере. АИФ на Алтае выяснил, что отходы привозят на берег с разрешения властей. Мусор и даже жидкие бытовые отходы – теперь все это находится всего в трех километрах от озера. Жители задыхаются от запаха, а власти заявляют – полигон временный. Полный репортаж на страницах АИФ на Алтае. Не самую культурную историю из сферы культуры вынесла комсомолка на Алтае. В Барнауле разыгрался скандал вокруг пропавшего бронзового бюста покойного предпринимателя. Портрет Тенгиза Данелии пропал при загадочных обстоятельствах после похорон. Автор, скульптор Михаил Кульгачев больше года добивается возвращения своей работы, денег за которую, по его словам, он так и не получил. Ссора вдовой покойного предпринимателя привлекла внимание полиции. Полная история на страницах КП на Алтае. Евгения Даровская, Наши новости. Месяц лишения водительских прав или штраф 500 рублей – такова цена водительского безразличия к каретам скорой помощи. Сотрудники ГИБДД совместно с врачами провели в Барнауле специальный рейд. Они проверяли, уступают ли горожане дорогу машинам с красным крестом. По итогу рейда инспекторы выявили двух нарушителей. Обоим выписано предписание. Сотрудники ГИБДД напоминают, что каждый водитель обязан освободить полосу, если рядом машина скорой помощи с маячком синего цвета и звуковым сигналом. Обгонять такой транспорт запрещено. Кстати, специальные правила распространяются и на пешеходов. При приближении кареты скорой им стоит подождать с переходом проезжей части или быстро ее освободить. Туроператоры вновь заявили о возможности вылетать из Барнаула в Хайнань. Прямые рейсы намерены запустить печально известная «Жемчужная река». Предыдущие попытки наладить сообщения с Китаем закончились неудачно. Если на этот раз все пойдет по плану, первые отдыхающие смогут отправиться на Хайнань из краевого центра уже 13 августа. На сайте «Жемчужной реки» эта информация уже фигурирует. К слову, оператору предстоит вернуть доверие туристов. Старт полетов из Барнаула откладывался уже четыре раза, поскольку перевозчик не мог получить разрешение от китайских властей. В конце июля авиакомпания «Алроса» сообщила, что получила наконец все необходимые документы. На маршруте планируют задействовать «Боинг-737», рассчитанный на перевозку 156 пассажиров. Первые три месяца рейсы будут иметь статус чартерных, потом их планируют перевезти в регулярный формат. Цена туров, как нам рассказали в региональной ассоциации туризма, сейчас привлекательно. Отдохнуть вдвоем неделю в трехзвездочном отеле можно за 50 тысяч рублей. Но туристы пока не торопятся приобретать туры, не советуют торопиться и алтайские туроператоры. Лично я пока воздержусь от реализации именно данного направления, потому что все-таки последний год показал, что перенос, это фактически уже перенос запуска этой цепочки осуществлялся пять раз. И до настоящего времени имеются люди, которые до сих пор не получили компенсации за сорвавшийся отдых. В «Жемчужной реке» обещают, что на этот раз все пройдет без сбоев. Отмечу, что только в Алтайском крае из-за несостоявшихся вылетов пострадало несколько сотен человек. Сейчас многие из них ждут возврата средств от китайской страны за испорченный отдых. Другие доказывают правоту в суде. Вот, кстати, пенсионерка из Барнаула, которая взяла микрозайм, лишилась квартиры. Такое решение в пользу представителей финансовой организации вынес Краевой суд. Теперь Левтина Веснина оказалась буквально на улице. Руководство ст. 330-332 Гражданского процессуального кодекса судебной коллегии определило решение, апелляционную жалобу ответчика Весниной Левтины Ивановны, апелляционное представление прокурора Октябрьского района на решение Октябрьского районного суда города Барнаула от 6 июня 2018 года оставить без удовлетворения. Напомним, женщина взяла кредит в одной из контор микрозаймов. Уверяет, просрочка по выплате была лишь раз. В итоге из взятых ею 500 тысяч Левтина Михайловна выплатила чуть более 100. При заключении договора одной из бумаг оказалась сделка по купле-продаже ее квартиры. В итоге о том, что жилье продано, пенсионерка узнала случайно из квитанции за услуги ЖКХ. Веснина обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Руководители микрофинансовой организации пока фигурируют как подозреваемые. После решения краевого суда пенсионерке просто некуда идти. Нет ни детей, ни родственников. Договоры займа они не предоставили. Квитанции об оплате процентов они нам не предоставляли. И получилось, что... И сейчас на суде, вернее, на очной ставке в Следственном комитете, они отрицают вообще, что они нам давали этот займ. Утверждая, что только был договор купли-продажи. Это единственное мое жилье. У меня еще две кошки, цветов много. Мне вообще некуда переезжать. Защита Весниной намерена подать кассационную жалобу. В противном случае обратиться в суд высшей инстанции. Кстати, это далеко не единственный случай, когда жители Барнаула после того, как брали микрозаймы, лишались квартир. Известно еще о семи подобных везутах. На завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На всей территории края ясно и без осадков. 25 выше нуля в Бийске, Заринске и Белокурихе. 27 в Рубцовске и Зминогорске. 28 в Славгороде. В Крымой столице тоже ясно, при этом ветер по-прежнему северный и до 25 со знаком плюс. А мне к этому часу все новости. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.